Жили-были трое поросян, трое прекрасных и веселых ребят. И вот поросяка еще и обмачивает, что они достаточно отважны, чтобы жить отдельно от змеи, и поэтому в туалетах в лес отправились они. Но дело в том, что в том лесу, в том далеком краю, и серый волк жил тот же, а вот считал, что поросяка для ужина прожил. Именно поросяка, старший поросяок, как самый ответственный волк, предложил братьям в свою сторону, чтобы от волка прятаться было. Но младшие братья очень сильно хотели играть, а не целое лето дом поднимать. Младший брат из соломы построил свой дом, два счета закончил и играть стал потом. Средний брат из дощечек построил свой дом, за неделю закончил и играть стал потом. А старший брат с большим трудом, медленно, но качественно строил свой дом. В течение долгих дней и ночей он строил из цемента и из кирпичей. И вот тогда, когда все закончили свои дома, в лесу наступила осенняя пора. А вот мне час настал, и волк на поросят напал. И вы знаете, ребята, волк тут с матча по брату начать тогда решил. И к дому из соломы с ним он поспешил. Поросенок еле успел утаивиться в своем доме и салону, а в домах волка скрылся. Ну а волк набрал, вот, и встал в дуке. Дунул раз, дунул два, и от дома не слезал. Изо всех своих семенок лежал младший поросенок прямо к брату своему, к среднему. Ему емкость удалось утаиться, а потом он так не мог. Скрыто. Ну а волк набрал, вот, и встал в дуке. Дунул раз, дунул раз, и домик стер с лица земли. Но поросята все же уцелели, так как братишки своему добежать успели. Ну а волк набрал воздух в руль и стал дуть. Дунул раз, дунул два, дул он целых три часа, а может и четыре, а может быть и пять, но дом все продолжал стоять. Когда волк выбился из сил, иначе поступить решил. Волк придумал хитрый ход, полез через дымокон. Но поросята печку затопили, и волка с жареным хвостом бежать оттуда принудили. Волк так больше никогда не возвращался в те края. Ну а поросята жили дальше счастливо. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok